Христо, Россия сейчас откровенно ликует, считая, что война в Израиле в первую очередь ей на руку, так как это оттягивает часть внимания от помощи Украине. Ранее вы говорили о том, что Украина может победить до конца 2023 года, если помощь союзников будет на должном уровне. Какой прогноз вы бы сделали сейчас? Да, я часто говорил, что основным условием для победы Украины это продолжающая помощь западных стран, особенно Америке, и что самое страшное, что может случиться, это появление какого-то нового конфликта, который будет отвлекать внимание именно западных союзников. К сожалению, это случилось, но не могу сказать, что надежда потеряна, но очень важно то, что есть люди в Вашингтоне, которые понимают, что это идет на руку России, которые понимают, что надо выделять внимание обоим конфликтам, а не только перенаправлять внимание сейчас на конфликт в Ближний Восток, и что практически, если они этого не сделают, если они продолжат помогать Украине, то это создать еще больше конфликтов в будущем, которые не в интересе Америки. Я думаю, что мое понимание, что это понимание, оно обоюдное с обеих сторон политического спектра Америки, поэтому они должны найти способ продолжить поддержать Украину. Но самое оптимистичное для меня это то, что Европейский Союз это точно понимает. Они будут продолжать помогать Украине в военном плане, даже при заниженном внимании Америки. Но все-таки очень надеюсь, что Америка поймет и продолжит, и она выйдет из внутреннего политического кризиса, который сейчас находится, и будет возможность одобрить новый бюджет помощи для Украины. Вы сделали два точных прогноза, может быть и больше, но два точных сделали, о том, что вагнеровцы пойдут на Кремль и о том, что Пригожина уберут. Причем последний прогноз вы сделали буквально два месяца тому назад. Оба прогноза подтвердились. Теперь возникает вопрос. Дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер» в России и возможность того, что смерть Пригожина была инсценировкой. Я не считаю, что инсценировка возможна, потому что слишком много людей должны были в курсе, чтобы это осталось в тайне. Это должна была и ключевая часть руководства «Вагнера» на среднем и более высоком уровне. Это должна быть цель членов семьи не только Пригожина, но и Уткина, еще начальника службы безопасности. Ни в одной стране, а тем более, тем менее в России нельзя сохранить такую тайну достаточно долго. Поэтому я считаю, что самое очевидное было, что Путин должен его устранить, и это случилось. Единственный вопрос, почему он сам не понимал этого и не сбежал практически раньше. Но его психопатический профиль, психологический-психопатический профиль, скорее всего, дает ответ на этот вопрос. Он всегда любил принимать больше риски, чем оправданно. Так что он точно умер, я считаю. Прогноз, что будет с остальной частью «Вагнера» и что будет вообще в Кремле, это сложно дать сейчас. Потому что есть очевидная борьба внутри элита, есть недоверие со стороны Путина и людей, которые находятся рядом к всем, которым, может быть, симпатизировали Пригожину, симпатизировали другим, которые обвиняли Путина в некомпетентности во время войны. И вот это ведет к чисткам. Постоянно это недоверие выражается в том, что некоторые из этих ключевых силовиков, генералов и так далее, бывают арестованы, поставлены под домашний арест. Потом их посылают на, скажем, далекие командировки, чтобы они не были рядом с вагнеровцами, оставшимися в России. Например, с Суровикем такой. Другие просто исчезают и уходят на карантин, в котором там 2-3 недели их допрашивают ФСБ о том, не были ли они лояльными, скажем, Пригожину. И для меня вот этот внутренний хаос, в котором у Путина есть недоверие ко всем, а все остальные боятся, что это недоверие доведет до их возможной ликвидации или ареста, это должно как-то быть решено каким-то взрывом. И поэтому я не исключаю, что еще раз будет попытка более подробно запланирована и лучше запланирована, чем то, что Пригожин сделал, попытка именно этой части элиты, которые боятся, что к ним придут в следующем месяце, что они сами попытаются устранить Путина. Когда это будет, это вопрос сложный. Раньше было проще понять, потому что шла речь об одном человеке, а сейчас идет речь о такой группе, у которой есть боязнь, но они тоже должны понимать, что они должны действовать раньше, чем за ними придут. Каковы ваши ожидания в отношении российской элиты? То есть как долго Путин, по вашему мнению, будет оставаться при власти, у власти? И кто теоретически может его заменить? Ну, например, Алексей Дюмин, экс-сохранник Путина, которому прочили разные должности, в частности министра обороны России. Дюмин всегда был вариантом, который считался приемлемым для Путина, приемлемым для ФСБ и для Гору, потому что он работал практически при всех. Он знакомая фигура для них, но, конечно, во время бунта Пригожина его доверие к нему со стороны Путина должно было снизиться, потому что Дюмин все-таки человек, который создал Пригожину. Дюмин был, можно сказать, экономическим бенефициаром Вагнера. Он привез Пригожина к Путину, он сказал, вот через него будем делать все это, и, конечно, за это получал какие-то значительные выгоды экономические. Поэтому этот связь с Пригожиным, скорее всего, делает его недостаточно доверенным лицом для внутренней группы около Путина. Может ли он быть заменой Путина, но я считаю, что, скорее всего, нет, потому что если экономическая элита должна принимать решение о будущем, а в России всегда было так, то они должны найти человека, который будет более приемлемым для мира, для Запада. Дюмин не такой, Патрушев и отец, и сын не такие. Поэтому они должны найти людей, которые не испачканы вообще войной, и это должно быть, скорее всего, кто-то довольно предсказуемый для них, но не связан с войной. Такие есть, они олигархи среднего уровня, люди с каким-то западным образованием, которые не находятся сейчас на территории России, но не объявились активно против войны. Так что я думаю, что надо рассматривать именно этот власть людей, которые сейчас не находятся в России, но могут их вернуть, чтобы взять новую власть после Путина. Во-первых, хочу сказать, что были и удачные попытки, потому что это три самые резонансные, о которых мы говорим, но наши собственные расследования показали, что еще, как минимум, четыре случая применения новичка, или, ну, новичок – это общее слово, потому что там есть серия органов фосфических бешевств, которые разрабатывались в Советском Союзе, в Шиханах, и продолжили разрабатываться втихаря в Институте Сигнал в Москве, когда уже Россия должна была отказаться от этой программы и уничтожить все химоружие. Но вот из этих других четыре случаях, как минимум, два были с летальным выходом, еще двое были опять неудачными. Это примеры с Владимиром Карамурзой, оппозиционным активистом, и с Дмитрием Быковым, ну, журналистом-писателем, который тоже та же самая группа ФСБ пробила новичком, они выжили. Почему это оказывается неудачно? Ну, во-первых, надо рассматривать эту программу тоже как часть развойной деятельности вот новой постсоветской программы химического оружия. Они разрабатывают новые вещества, они их пробуют на людей, потому что добровольцев нельзя найти, на обезьян нельзя получить именно ту клиническую картину, которая получится на людей. Поэтому мое понимание, что они действуют с целью убить, но даже с пониманием, что они могут неуспешно это закончить, и все-таки это будет выигрышный для них выход, потому что сам страх от того, что человек может быть следующим, он уменьшает риски для режима, потому что люди начинают себя самоцензорировать, и одна вещь, когда ты понимаешь, что тебя могут выстрелить в голову, как было в случае с Немцовым или с Политковской, это смерть, которая очень быстрая, но намного страшнее всем нормальным людям кажется смерть от вагонии, от веществ, которые парализируют твою систему нервов и которые делают вообще смерть очень-очень страшной и медленной. Поэтому я думаю, что они готовы и к неуспешным выходам, потому что все считают успешным. И относительно вас у меня вопрос. Вы уехали из Вены, опасаясь за свою жизнь, это объективно, поскольку в Австрии активно действуют российские спецслужбы. Чувствуете ли вы сейчас угрозу, так как если вспомнить совсем прошлогодние события, то Кремль вас объявил в розыск? Ну, угроза есть, не только по отношению ко мне, а и по отношению к нашим, особенно коллегам из России, которые вышли с открытым вызовом Путину, которые уехали из России и начали более свободно писать, чем раньше. Мы делали расследование, которое показало, что как минимум трое женщин-журналистки из России были, подвергались, по моему мнению, отравление, которое было с целью только спугнуть вообще журналистическую гильдию. Риск ко мне, конечно, остается, но я не хотел бы говорить более подробно о том, что я знаю, потому что идет расследование прокурорское в разных странах Европы. И я думаю, что скоро мы узнаем.